Эти ребятишки занимаются в Центре детского творчества «Импульс» в группе дополнительного образования. Они и рисуют, и лепят, и раскрашивают. Есть и аппликации, и калаш. Им очень нравится писать такие занятия, потому что они очень разнообразные и развивают их творческую натуру. К наступающему Новому году дошколята сделали уже много поделок. Изобразили в пластилине и символ 2017 года – огненного петуха. Его может сделать каждый. Для этого нужна основа для брюшка, пластилин, яркие перья и фантазия. Но сегодня ребята делают необыкновенную праздничную открытку для своих дорогих и любимых бабушек и дедушек. Мы склеили, получились белые ангелочки. Потом что вы делали? Потом дети приклеивали, обводили. Потом еще елочки. Потом вот это приклеивали. И получилась замечательная открытка. Традиция поздравлять близких людей праздничным посланием пришла к нам в Россию из Европы. У россиян Новый год тесно связан с Рождеством, что нашло отражение в картинках, изображенных на открытках. Заснежные просторы, купола церквей, сцены гуляний, пейзажи зимней природы, катающиеся с горки дети и много-много других милых сердцу мотивов. Получить к Новому году душевное послание очень приятно. У меня есть бабушка Света и бабушка Галя, дедушка Миша и дедушка Сережа. Вы главные в семье всегда, и буду слушаться вас я. Ведь лучше нет моей бабули, и круче всех всегда дедуля. Делая открытку с поздравлениями к очередному празднику, вы, безусловно, удивите и порадуете своих родных и близких. Поэтому стоит сделать красивые послания своими руками.